Библейский портал экзегет.ру представляет Вот в таком виде здесь представлен. У Матфея мы не сравниваем сейчас обычно с Лукой или Марком, но все-таки. 18 глава. Вот у нас только что был эпизод про то, как захотели заставить Иисуса заплатить подать, подать на храм, и он и заплатил, и не заплатил. Он велел Петру пойти поймать рыбу и найти у нее во рту деньги за Петра и за самого себя. То есть не нарушается вроде бы установленный порядок вещей, но Иисус и не подчиняется ему. И тут же эпизод формально никак не связан. В то время подошли к Иисусу ученики и спросили, а кто же в Царстве Небес будет самым великим? Иисус подозвал одного ребенка и поставил посреди учеников со словами, аминь, аминь, говорю вам, если не изменитесь и не станете похожи на детей, то не войдете в Царство Небес. Кто станет маленьким наподобие этого ребенка, кто-то будет в Царстве Небес великим. И кто примет такого ребенка во имя мое, тот принимает меня. Смотрите, опять он все переворачивает. Конечно, они интересуются, кто великий будет из них. Но людям свойственно. Вот Олимпиада, например, или, не знаю, политика. Люди соревнуются. И каждый хочет доказать, что именно он самый лучший, правильный, популярный. У него результаты самые хорошие. И вдруг он берет человека, у которого заведомо никаких результатов. Ребенок ничего не достиг. И оказывается, что не просто он самым великим. Ну ладно, мы скажем, ребенок он маленький, мы о нем заботимся, поэтому мы бережем его больше всего. Он самый первый. В любой чрезвычайной ситуации детей надо спасать в первую очередь. А вот кто будет похож на ребенка? И тут бесконечные споры. Что это значит? Какое-то простое отношение к жизни, принятие, зависимость. Да, вот что свойственно детям. Чистота нравов, да, когда ребенок, в общем, такой добрый обычно по своей природе. Хотя всякое бывает, мы знаем это. А мне кажется, здесь нету полной инструкции, как надо стать подобным ребенку. А вот сказано, вы пытаетесь построить какую-то, грубо говоря, духовную карьеру. Не строите. Просто живите. И более того, вы не смогли стать ребенком? Примите ребенка во имя мое. Идет ли речь о каких-нибудь учреждениях, где заботятся о сиротах, детских хосписах? Безумно уважаю тебя, кто этим занимается. И они достойны всяческой поддержки и помощи. Но, может быть, тогда в переносном смысле, вот ты не можешь, ты слишком умный, ты слишком образованный. Тогда принимай того, кто мог. И кто стал этим ребенком. Но дальше и ответственность. А кто соблазнит одного из этих маленьких людей, верующих в меня? Вот маленькие люди, это могут быть и малыши, в смысле детишки. И понятно, что взрослому легко их обмануть, сбить пути. Но, может быть, и такие простые люди, которые уподобились детям, вполне взрослые, но простодушные. Кто соблазнит одного из этих маленьких людей, верующих в меня, было бы для него лучше, если бы его с мельничным жерновом на шее, ну, то есть с большим камнем, утопили в морской пучине. Беда миру от этих соблазнов. Да, их приход неизбежен, но беда тому, через кого соблазн приходит. Это очень важный принцип. Мы без конца оправдываемся тем, что «а все равно бы». А он зато первый начал. А если бы я этого не сделал, то другие бы сделали еще хуже. Приход соблазнов неизбежен, но беда тому, через кого соблазн приходит, а не тому, через кого мог бы прийти. «И если твоя рука и нога соблазняют тебя, отсеки ее, отбрось прочь. Лучше тебе стать увечным, но обрести жизнь, чем с целыми руками и ногами быть брошенными в огонь вечный. И если глаз соблазняет тебя, вырви его, отбрось прочь. Лучше тебе быть одноглазым, но обрести жизнь, чем с двумя глазами быть брошенным в гиену огненную». Это, конечно, повеление, которого никто из христиан не исполняет. Все ходят с целыми руками, ногами и глазами. Даже если кто-то не имеет их, то это с ним случилось не по его воле. А сам себе никто не вырывает. Если более того вырвет, мы скажем, что это какой-то изуверфанатик. Не одобрим этого поступка. Вот одно из тех евангельских выражений, которые прям невозможно понять и принять буквально. И тут встает куча вопросов, а как далеко это не буквально распространять? А вот отдай вторую рубашку. Вот, наверное, у всех в гардеробе больше одной рубашки. Больше одного пиджака, пары брюк и так далее. Вот прям буквально пойти бомжам раздать все, да? Оставить себе только один экземпляр. Или там ударят по правой щеке, подставь левую. А что вот когда тебя бьют в подворот? Не надо не убегать, не сопротивляться, не звать на помощь. А надо терпеть, когда тебя лупят. Не готовы мы это исполнять. Но мне кажется, здесь Иисус нас ставит перед такими выборами. Может быть, даже для того, чтобы подчеркнуть эту полную нашу неготовность. Вот мы хотим быть достаточно хорошими людьми. А он говорит, а вы будьте совершенными. Не достаточно, а совершенными. Мы говорим, а как же так, а где, а кто мой ближний? А может быть, можно вот заплатить подать. В 17 главе только что было и свободно распоряжаться остатком денег. Да, и гораздо больше, конечно, останется. Он говорит, нет, а ты вот руку от себя отбрось. Вот тогда будет все всерьез и по-настоящему. Смотрите, не относитесь ни к одним из этих маленьких людей с презрением. Говорю вам, что их ангелы не отлучаются от отца моего небесного. То есть ангелы-хранители, которые все время предстоят перед Богом. Сын Человеческий пришел, чтобы найти и спасти тех, кто погиб. Вдруг неожиданно новая тема, да? Вот эти малые, которых соблазнили, соблазны. Ну и что же, вот просто Сын Человеческий, то есть сам Иисус Христос, это просто каратель такой, да, который потом будет наказывать за каждое прегрешение. Нет, пришел, чтобы найти и спасти тех, кто погиб. Сами вы как считаете, допустим, есть у кого-то сто овец, и одна из них заблудилась. Неужели он не оставит в горах 99, чтобы отправиться на поиски той, что заблудилась? И когда сумеет ее найти, аминь, говорю вам, ей будет рад больше, чем 99, которые не заблудились. Нет на то воли отца вашего небесного, чтобы погиб хоть один из этих маленьких людей. И смотрите, вот этот призыв горя тому, кто их соблазнит, его можно понять двояко. Очень строго накажу за любое нарушение, да? Часто религиозные люди так и мыслят. А можно понять это иначе. Смотрите, зачем пришел Сын Человеческий? Для того, чтобы тех, кто впал в это заблуждение, вывести, вернуть к Отцу. И поэтому плохо тем, кто вводит в заблуждение. Да, вот вроде одно и то же. А какая разная вот мотивация? Либо наказать плохих, либо спасти погибших. Ну, да, понятно, но ведь соблазн это еще, когда кто-то ведет себя плохо. Если твой брат согрешит против тебя, ступай и обличи его наедине, с глазу на глаз. Если он прислушается, ты снова обрел брата. Смотрите, обычно у нас ровно наоборот. Человеку свойственно всем рассказывает, как плохо кто-то обошелся. Если слушать не станет, возьми с собой одного или двух человек. Ведь всякое дело подтверждается словами двух или трех свидетелей. А почему одного или двух? Потому что, смотрите, мы бываем несправедливы, мы часто плохо понимаем, мы обижаемся на пустом месте. Мы думаем, что нам причинили вред, когда нам хотели помочь. А другой человек, ну, какой-то ориентир, он может подсказать, слушай, ну, ты не прав, вот не так было или не так происходит. Ну, еще лучше двух или трех, да, то есть двух или трех свидетелей, потому что тогда и свидетель не субъективен, да, тогда их больше одного. Если их не послушается, скажи все общине, а если общину слушать не станет, пусть отныне он для тебя будет как язычник или сборщик податей. Не сказано, мсти ему, наказывай его. А сказано, он чужой, он тот, с кем ты стараешься не общаться. Аминь, говорю вам, все, что свяжете на земле, останется связанным на небе. А все, что разрешите на земле, останется разрешенным и на небе. И еще, аминь, говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле попросить о чем бы то ни было, то будет им от Отца Моего Небесного все, о чем не попросят. Где двое или трое собрались во имя мое, там среди них и я. Очень известные слова и сколько разных толкований предлагают. Иногда спорят, а кому это он сказал, все, что свяжете, останется связанным, все, что разрешите, останется разрешенным. Ну, наверное, только священником, причем не всем, а вот только каким-то епископом, да, потому что это что ж, вот я что-нибудь брякну, а это прямо на небе так и останется навсегда, да? Нет, конечно. Но тут же двое или трое, где двое или трое, там я посреди них. То есть церковь – это событие, это не институт, есть институт, который называется церковь, как есть здание, которое называется церковь, есть там учреждение какое-нибудь, да? Но церковь – это событие, когда двое или трое собираются во имя Иисуса просить Отца. И вот тогда они связывают и разрешают. Вот там, где это происходит вместе, полная параллель в присутствии двух или трех свидетелей, да, вот то же самое. То есть там, где происходят события церкви, там последствия этого события имеют значение в вечности. Ну, можно, конечно, понять, это связывает, разрешать, как что можно там есть или как можно поступать, а как нельзя. Звучит немножко примитивно, но, может быть, и про это тоже. Но, смотрите, только что было про отношения, про то, что кто-то ищет заблудшую овцу, пастырь, кто-то прощает брату, согрешившему против него. То есть вот эти вещи скорее переходят в вечность. Вот разрыв и восстановление отношений. Тогда подошел к нему Петр и спросил, Господи, сколько раз мне прощать брата, который согрешил против меня? Семь раз? Ну, потому что, да, очень удобно. Христиане всегда должны прощать. Есть такой фильм и книга «Молчание» японского автора, я, к сожалению, забыл. И там вообще очень такой тяжелый, но одновременно заставляющий думать фильм. И там есть такой новообращенный христианин из Японии, который без конца грешит, а потом очень искренне кается и требует, чтобы его прощали. Он делает любые гадости, потом подбегает к тому, кто пострадал, эти гадости, падает на колени и говорит, прости меня. Ты же должен, ты же христианин. И Петр заранее предвидит эту ситуацию. Ну, сколько? Семь раз? Ну, достаточно, да? Я бы сказал три, наверное, да? Потому что после третьего уже должен человек понять, что так нельзя. Лимит должен быть. У кого из нас есть банка, кредитка безлимитная, чтобы можно 100 миллионов потратить, а потом никогда не расплатиться? Нет таких? Иисус ему в ответ. Не семь, говорю тебе, а семьдесят раз семикратно. То есть это сколько семьдесят на семь умножить, да? Четыреста девятьсот, да? Многовато, я бы сказал, практически безлимит. Вот чему подобно царству небес. Некий человек-царь потребовал от слуг денежного отчета. И как только начался подсчет, привели к нему того, чей долг составлял десять тысяч талантов. Это безумное совершенно. Сумма миллиарда талантов, десять тысяч миллиарда, это шестьсот миллионов динариев. Динария – серебряная монета. Это, в общем-то, годовой бюджет Римской империи. Больше того, не бывает таких долгов. Это сто триллионов долларов. Может быть, триллионами долларов измеряются долги, не знаю. Ну, какая-то абсолютно бессмысленно огромная цифра, да? Должнику нечем было заплатить так, что господин повелел в уплату долга продать рабство его самого вместе с женой и детьми, и отобрать все имущество, даже близко не покроет затрат. Но тот слуга пал перед царем ниц со словами «Сжалься надо мной, подожди, я все тебе отдам». Откуда? Царь пожалел того слугу, отпустил его и простил ему долг. А слуга едва вышел от царя, встретил одного из своих товарищей, который был должен ему сто динариев. Ну, ощутимые деньги, да, это надо работать по денщику сто дней, но сумму, которую реально выплатить, да? Тот товарищ пал перед ним и стал умолять «Сжалься надо мной, подожди, я все тебе отдам». Но слуга не согласился, а взял и бросил товарища в тюрьму до тех пор, пока не уплатят всего долга. Это обычная практика того времени, долговая тюрьма. Соответственно, человек, сидя в тюрьме, естественно, не может заработать, но его родные, близкие, друзья собирают для него сумму и, заплатив, могут его освободить. А другие слуги, увидев это, сильно огорчились, пошли и рассказали своему господину, что произошло. Тогда господин вызвал первую слугу и сказал ему, негодный раб, я простил тебе весь долг, стоило тебе лишь попросить. Точно так и тебе следовало простить своего товарища, как я тебя пожалел. И господин в гневе отправил его к палачам до тех пор, пока не уплатят всего долга. Ну, а в жестком сценарии человек не просто сидит в тюрьме, он подвергается побоям, да, вот на Руси тоже недоимку взыскивали. Там плетьми пароли на площади, пока человек, там, я не знаю, не раскроет свои какие-нибудь уж тайные запасы. Так поступит с вами и Отец мой небесный, если от всего сердца не простите каждый своего брата. То есть, смотрите, Петр говорит, ну сколько же можно, но без конца же будут этим злоупотреблять. А Христос не говорит ему, нет, и ты давай без конца прощай. А он говорит, смотри, тебе простили запредельную для тебя сумму долга, а ты прости существенную, но реальную сумму долга. Вот в чем каждый из нас перед другим провинялся, это бывает существенно, но это не астрономическая задолженность. А перед Богом у нас у всех астрономическая. То есть, опять переворот сознания. Вот эта глава, она все время переворачивает сознание. Вот люди пытаются рассуждать в какой-то земной логике. И, в принципе, неплохо рассуждают. Они ничего ужасного не предлагают. Они говорят, ну надо же ставить какие-то пределы, надо же быть кому-то главным, надо же прощать лишь до определенного раза. А Иисус говорит, нет, вы в Царстве Божьем, вы уже в нем. Тут совершенно другие законы, другие правила. И будет страшно, если вы его утратите. Вот вы должны жить по-другому. И это вызов. И это непонятно как. И это хочется переделать, сказать, нет, ну все-таки, да, конечно, таких толкований было довольно много в истории. Но по-прежнему эти слова остаются такой занозой для совести. И, наверное, в этом и главная роль и задача.